МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На 2024 год и посвящен он как арцахцам, так и вот десятилетию антитопора в 23 году, юбилей у нас был или будет, ну, в зависимости от того, когда вы смотрите этот самый выпуск. Ну, и хочу сказать, что здесь, в принципе, ничего не изменилось по каждому дню, какая-нибудь интересная информация из истории Армении, из мира армяноведения, каких-то героев армян по всему свету, ну и так далее. И вообще в этом календаре много чего такого, о чем вы, в принципе, сами найдете, я не буду рассказывать. Я лишь скажу, как его заказать. Тоже ничего не изменилось. Вам нужно, значит, обратиться под это самое видео, вот под этим самым выпуском, если вы смотрите в Ютубе. Там есть ссылочка, называется «Купить календарь». Вот проходите по этой ссылочке, заполняете купон и вместе с оплатой, там сумма тоже указана, какая сумма, вместе с оплатой отправляете, значит, по указанному адресу. И если вы проживаете вне Российской Федерации, за пределами Российской Федерации, то вы можете написать на электронный адрес и спросить, как нам получить, значит, этот календарь за пределы России, то есть там в Соединенные Штаты, Европу, Армению, Грузию и так далее. Я или ребята, которые мне помогают, вам обязательно ответят и скажут, как это лучше сделать. Ну, это что касается календаря. Ну, а теперь выпуск. Приятного просмотра. Я бы хотел обсудить сегодня некоторые темы, которые стали обсуждаемыми на разных площадках. И в России, и в Азербайджане, и в Армении. Давно заметил, что у Путина достаточно странные советчики, а может, это один человек, некий герой такой, Имре Кальмана, мистер Икс, о котором ничего не известно. Но, судя по советам, можем догадываться. Заметьте, все, что он или они ему советуют Путину, все во вред России, прежде всего. Я уж не стану перечислять у всех у нас голова на плечах, как вы понимаете. А недавний спич президента России так и вовсе меня удивил. Понятное дело, что у глав государств есть спичрайтеры. Но кто сказал, что эти спичрайтеры должны быть этнологами? А текст был написан по случаю беспорядков в аэропорту Махачкалы, где группа молодых людей устраивала беспорядки в поисках евреев среди пассажиров самолета, прибывшего из Тель-Авива. Итак, цитирую Путина. Ну, разве можно помочь Палестине, нападая на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, титульная нация в Дагестане. Конец цитаты. Конечно, нет никакого сомнения, что нельзя помочь Палестине, нападая на татов в Дагестане. Только у меня вопрос к спичрайтеру, не к Путину, а к спичрайтеру. Причем тут таты и их титульная принадлежность Дагестану? Может быть, я что-то пропустил или некто нападал в Дагестане на татов, которые ираноязычный народ, мусульмане по вероисповеданию. Чего на них нападать из Израиля? Может, их перепутали с евреями горскими, которые живут в Дагестане, действительно живут и тоже ираноязычные, но в отличие от татов, как раз исповедуют иудаизм. Вот они, можно сказать, действительно титульный народ Дагестана, учитывая, что появились в регионе в пятом веке нашей эры, задолго до некоторых других народностей Дагестана, азербайджанцев, например. А вот что касается татов, то они титульный народ Абширонского полуострова, города Баку. Какому спичрайтеру нужно было освобождать их от автохтонности современного Баку и переселять их в Дагестан? Песков не даст соврать. Даже топонимика говорит сама за себя. Все старейшие наименования населенных пунктов Абширонского полуострова, Тацкого, оно же иранского происхождения, Наштага, Бузавна, Загульба, Мардакян, Шувильян, тот же Баку, тот же Абширон, что в переводе с тацкого Аб, Вода, Широн, Сладкая. На фарси Абширин. Азербайджанцы могут сказать, что Ширин это по-азербайджански сладкий, но это не так. Слово заимствовано у иранских народов. И доказательство тому, что из всех тюрок только азербайджанцы и узбеки говорят Ширин. Остальные 95% тюрок сладкое называют Татлы, Татлу и так далее. Понятное дело, что такие тонкости, как и с Татами, Путина-то и не надо знать. Он руководитель большой страны. А вот к спичрайтеру вопросы. В общем, я не знаю, каким образом и кто становится спичрайтерами первых лиц государства. Но рекомендую тщательный отбор. Вообще, хороший, умный спичрайтер это как второе полушарие мозга любого главы государства. У Путина в разное время были Симон Кордонский, Джохан Полыева, Аббас Галямов. Кто сейчас, к сожалению, я не знаю. Наверное, Песков в курсе. Он все-таки на отделении тюркологии учился. Там они часто меняются. А самым продолжительным, кстати говоря, в мировой политической истории спичрайтером является Кен Хачикян. Он был спичрайтером нескольких американских президентов. Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джимми Картера и Рональда Рейгана. Последнему даже он написал инаугурационную речь. Вот такой был Кен Хачикян. Он, кстати, по-моему, жил до сих пор, если мне не изменяет память. И ему глубоко уже за 90. И тут уместно было бы, наверное, перейти на армянскую диаспору. Азербайджанцы и не только зачастую говорят о том, что армян за пределами Армении больше пытаясь, как им кажется, тем самым либо в дурном свете их выставить, армян, либо шуткой отличиться. А может и остроумием которого нет. Причем те, кто это делает, особо даже не разбираются ни в законах социологии, ни в истории народонаселения. Видимо, это модно. Ведь и без этого можно стать, например, спичрайтером. Зачем вообще в чем-то разбираться? Тем не менее, я внесу ясность тем, кто действительно так думает. Армяне не единственный народ, коих больше за пределами исторической родины. Армян больше за пределами Армении, потому что сама большая часть исторической Армении находится вне Армении. Одна только западная Армения чего стоит. Что нынче там, на территории Турции, гора Арарат, Карс и так далее. Также исторические территории Армении в современном Азербайджане. В лице Нахидживана и Арцаха, вплоть до Куры, естественно, исторической восточной части Армении. Касаемо других народов, поляков, больше за пределами Польши. Это известно. Ирландцев больше за пределами Ирландии. Англичан больше за пределами Англии. Евреев чуть больше в мире, чем в Израиле. А адыги? Адыгов много больше на Ближнем Востоке, чем на землях адыгов. О чем мы далеко-то идем? Перечисляем одних, других, третьих. Азербайджанцы уже что, отказались от братьев своих иранских? Если азербайджанцы азерийцев Ирана, говорящих на турки, называют своими же азербайджанцами, то их больше там в Иране, чем азербайджанцев в Азербайджанской республике. Разве не так? А недавно безмозглая часть Азербайджана в лице двух известных нам пропагандистов-дегенератов, Аризвана Гусейнова и Фуада Аббасова, решила испугать армян ее же этнонимом Хай. В частности, они заявили, что отныне и во веки веков будут называть армян не армянами, а хаями, как они сами себя, дескать, называют. Видимо, у дегенератов закончились аргументы против армянского народа, как одного из древнейших народов мира. Дегенераты считают, что те древние армяне, это на самом деле современные азербайджанцы, а вот современные армяне, это индийское племя хаев. Мол, если сами армяне, которые не армяне, называют себя хаями, то что нам-то делать? Нам тоже нужно их назвать хайми. Поэтому правильнее называть страну не Армения, а Хаястан. У меня на это два ответа. Ну, во-первых, вы называете Эрмянистан, а не Армения. Ну, также наука вообще так не строится, как вы мыслите. И если вы говорите, что хая это индийское племя, то будьте добры предоставить, на что вы опираетесь, во всяком случае. Как мне кажется, только на свое больное воображение, всему миру на потеху. Во-вторых, из чего вы вообще взяли, что если будете называть армян хаями, то армяне обидятся. Наоборот, вы будете армян называть по-армянски. И это будет честью для армян. Ровно так же, если вы бы называли грузин не по-перседски гюрджи, а по-грузински хортули. Думаю, грузины бы тоже не обиделись. Как и венгры Мадьяр, как и финны Суамалайнын, как и индийцы Бхарки, как и китайцы Джунгорын, как и греки Эллиника. Но вам это не понять. В вашей загаженной голове отсутствуют вот эти вот понятия экзоним, этноним. У самих же нет ни того, ни другого. Как турки с русскими назвали кавказских татар азербайджанцами, с тех пор с этим лейблом так и живут. Причем все тюрки, как тюрки, с тюркским этнонимом. А эти носятся с иранским самоназванием. Более того, армян вы не обделите ее древностью еще хотя бы потому, что как только вы станете их называть хаями, так сразу ударитесь лбом в очередной раз еще в одну твердую историческую стенку. Государство Хайяса, существовавшее на армянском Нагорье и упоминавшееся в хетских клинописных текстах еще в период 14-13 веков до нашей эры. Так что, когда будете менять экзоним армянин на Хай, заранее подготовьте почву для третьего определения, чтобы не стать спичрайтером Путина или того хуже Ильхама Алиева. Хотя последнему спичрайтер не нужен. Он сам по себе недалекий человек. Зачем ему спичрайтер? Увидимся в эфире. Продолжение следует...